Моя родина Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка Алло, алло, так, а я вот что, вы не удивляйтесь ничему, вы знаете, я сейчас все объясню, Александр Я включил запись, почему, очень важный разговор будет сейчас Я говорю всем, кто меня слышит, значит, я получил от вас письмо Письмо, на мой взгляд, чрезвычайно важное, с фотографиями, с доказательствами Которое поможет тем, кто нас услышит, увидит и услышит этот фильм Сберечь много саженцев от поломок, так, значит, мне для счастья не хватает, что Зашифровалось почему-то ваши данные, знаю, что вы северянин И еще, кстати, в письме, что вы саженцами торгуете, вы можете громко говорить, а я буду повторять Вам, чтобы, это, где вы живете? Я в Нижнем Ингаше живу Нижний Ингаш, так, где это еще, это, область? А вот я раньше, когда я выходил на вас, это, значит, на восток от Красноярска 300 километров Восток от Красноярска 300 километров, хотите, чтобы все услышали ваш адрес, раз вы с саженцами торгуете? Вы северянин? Садич, плохо, плохо совсем слышу Ладно, короче, везде это самое Сейчас, секундочку Ну, сейчас лучше, маленько Пожалуйста, если вы мне продиктуете ваш адрес, чтобы все услышали, или не хотите, раз вы торгаш Хочу, что вы повторяете? Раз вы торговец, вы можете мне продиктовать свой адрес? Пригодится? Приштовый? Да, пригодится Поселок Нижний Ингаш Так, повторяю, поселок Нижний Ингаш Улица Ленина, 250, квартира 2 Улица Ленина, 250, квартира 2, и это Красноярский край, правильно? Да, Красноярский край, Самонов Александр Михайлович А вы мне высылали госты Да, 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 я сейчас все, Александр, дальше все я буду говорить не для вас Итак, Александр, отчество Михайлович Михайлович Самонов Так, общались, вы заказали косточки, присылали мне информацию Да, я их посадил, маленько оставил на весну, буду пробовать весной еще, а это все у меня уже под зиму Да меня вам интересует то, что вы без меня уже многого добились, так? И у вас еще и опыт, многослежие 30 лет я непосредственно тоже занимаюсь 30 лет, то есть мы с вами, как сказать, коллеги Ну я помлачу на 5 лет Ну я, мальчишка, на 5 лет младше Ну-ка я пацан, конечно Ладно, не отобидитесь Александр Михайлович, я сейчас начну цитировать ваше письмо и фотографии Почему? Потому что вы так много написали, это не должно быть для одного железова Тем более, я же не спорю с вами, мы с вами единомышленники Валерий Константинович, я же говорил вам, что я был возле вашего сада в 14-м году Ага Говорил, да, раньше я как-то писал То есть я походил, походил, никого не было, не добился, поговорил с соседями и так, несомненно, хребавший уехал Жалко Ну так все, больше не доводилось Ну, хотел бы, конечно, лично встретиться Но в этом году, вряд ли мне сейчас уже получится Тут жду направление на операцию глаза Надо будет сделать И... А хотелось бы пообщаться вот так вот, в прямом контакте Так, пока я перебью Я вас благодарю за письмо Сейчас я буду цитировать для всех Все, я отключаю вас Там где-то я скидывал вам на электронку инструкцию свою, которую я раздарю тем, кто у меня саженцы-то берет Она где-то на электронке у вас должна быть Ага, я видел, только я не успел открыть Ну и до этого я там кое-что писал Я видел на этих, где вы тоже комментируете у вебинаров своих И фотографии мои были, проскакивали И вот эти вот письма, так сказать Видел, видел Но пока что, вот, может быть так по электронке Может будем общаться по каким-то вопросам Я набрал самонов И на электронке пока не обнаружил Придется вам еще раз мыслить Там самон есть Самон? Прямо самон, да Сейчас, сейчас, сейчас А самон это имя крестильное Когда-то на зарождении христианства были подвергнуты Ну там, своя история Все, я нашел вашу памятку Ага, вот такая памятка Там, в принципе, то же самое написано Может кратко, но я показываю им Где-то что-то рассказываю Но пока что то, что брали Вот очень интересовался, весеннее Говорит, практически Ну, может быть, один-два пропало А остальных у всех чужое Ага, здорово А у этих вот Я говорил тут как-то с этим штоковцами В 15 ноября она продает Я говорю, ты что тут в песок мне привезла? Ну, не мне, а людям Так еще и нападают Как же бизнес их рушу Да Ладно, Валерий Константинович Я рад был вас услышать То есть, я думаю А, я еще где-то в ноябре Есть у меня желание заказать у вас черенки Груши и яблок Ну, я потом опишу, если что Хорошо Вы будете Я режу в ноябре, но вы будете в числе первых Ну, я потом свяжемся Я потом такую заявочку, если что, сброшу Ну, наверное, поможете, да? По возможности У меня же Ой, все, проехали Михалыч, мне надо начинать Цитировать ваше письмо Ага, ну ладно Все, давайте пока Памятку в другой раз Я открою и опять же прокомментирую Ну, посмотрите Я ее нашел Ну, то еще и есть вот такие вот, я говорю, наработки Которые вот именно для данной местности конкретной Все, гоните мне, а я буду распространять Ну Я же смотрю, у вас, вот, вместе, вот, допустим С Чернобаевым Вроде бы одно и то же делать Но у каждого свой подход И с чем-то все равно отличается Да А все это на пользу Совершенно верно Ну Так, все, Михалыч Я начинаю цитировать Время идет Длинные фильмы люди не приветствуют А все, что мы говорили Это все уже записывается В первой секунде Ну ладно За Письмо Благодарю Я считаю, оно не должно только мне одному принадлежать Да надо, надо народ учить Мы сами много палок наломали Ох, наломали О, кстати, потом послушайте Или я вышел, или увидите на канале Я начну с того, как я наломал палок Из этих самых Из двухсот саженцев Сто пятьдесят переломанных из-за снега Вот тебе Все, все, Михалыч Все, я отключаюсь Ну мы два раза на одни грабли не наступаем Вот чем мы отличаемся От этих специалистов Смотрим за деревом Как оно себя ведет Совсем верно Порой народ Вот как долго ему возьмет что-то И А потом А у меня не хочет расти Ну не бывает такого Правильно Так, все, я начинаю ваше письмо цитировать Большое обстоятельное Большое обстоятельное Пока Татарстан Поплакался по поводу Того, что из-за снежной зимы Был сломан Саженец персика Из-за снежной зимы Казалось бы радостно Какая Снежная зима По этому поводу Хотел бы поделиться своим Видением Решение данной проблемы Мои деревья Живут в районе Где снежный покров Достаточно мощный Как он говорил Кажется Западнее Или восточнее Красноярское С 300 километров Ой И будет беда Если снег не выпадет Или будет мало До наступления Серьезных морозов Пример тому Ноябрь-декабрь 23-го года В ноябре Снега не было А морозы Практически Внимание Месяц Держали 40 и ниже Представляете В ноябре А где в Европе Это считается 8 Минус 40 и ниже Говорят, что Фиксировали 47 В декабре Морозы были послабее Однако Снега почти не было И Хотя и не очень много Снег выпал После Нового года Ой Ой Земля промерзла На глубину 3 более метра Весной Деревья Тяжело Просыпались Некоторые Так и не вышли Спячки Поэтому Я говорю Всем Снег Это беда И выручка Вот Хорошо Сказано Снег Это и беда И выручка Прежде всего Это выручка Которая от нас Почти не зависит Если бог даст Снега достаться Мы можем Тогда немного Помочь деревьям Так Надо проверить Идет Запись Вроде бы Идет Так Помочь деревьям Где-то По необходимости Или по возможности Добавить Никто еще Не придумал Лучшего утеплителя Для деревьев Чем сама природа Снег Это самое Теплое Удобное Мягкое дело Для деревьев А теперь Обеда Которая Представляется Тут же Снег Внимание Под снегом Живут Комфортно Чувствуют себя Мыши Во что Они могут Превратить Наши деревья Прекрасно Знаете Ребята Это настоящая Статья Получилась Вот бы И вообще Журнал Во что Они могут Превратить Наши деревья Вы прекрасно Знаете В качестве Примера Прилагаю Фото Повреждают 26 апреля Осенью Был Однолетний Пешик Сейчас Труха И продукты Женедеятельности Мышей В моем Саду Мыши Дерево Не повреждают Уже Более 10 лет Я думаю Что нашел Способ Каким Противостоять Ну-ка Заглянем По Загляну Называется Сейчас Нет Нет Сейчас Все Все Вот Первое Фото Что Написал Это все Что осталось Вот Персика Вот так Читаем Дальше Второе Под снегом Возможно Выкривание Деревьев Яблоням Это не грозит Выдерживает И груши Вот тут Александр Михайлович Немножко Расходимся С вами Бывают Груши Которые Терпят Груши Они Со Всех Катинетов Так Они Расли В разных Условиях В идеале Они Это Самая Большая Часть Груши Они Выходцы Сухого Солнечного И Малоснежного И мало Или Бесснежного Или Малоснежного И Засушливого Регона Это Их Родина Так А Часть Из них Могла Адаптироваться Там Где И Снег Есть И Выпривание То есть И Это Самое Влияние Влади На основании Штамба Все Верно Наверное Есть Груши Покрепче Но В целом Тут Написано Яблоням Не Грозит Выдерживает Груши Груши Большое Своем Не Выдерживает Выпривание Это Миллионные Потери По всей Стране А Вам Наверное Повезло Если По Наблюдению Ваши Груши Терпят Сырость А С Коточки Возможно Проблема Коточки Тоже Разделились Со Сливами Почти Нет Проблемы Большинство С них Терпят Влагу Выпривание Терпят А Вот Абрикосы Не Терпят Тут Вы Абсолютно Правы На Этот Счет Это Вы Выпишите У меня имеются Приемы Как им Противостоять Но Сейчас Не Об этом Да Кстати То Что я Говорил Значит Я Противоречу Такому Авторитету С Терпят Нет Сам Александр Михайлович Нет Будем Считать Что Он Так Видит Это Я Вот Так Вот Вижу Вот У Него Свои Подвои У меня Свои Подвои У Него Свои Привой У меня Свои И Каждый Что Видит Он Поет Ну А Вы Уже На всякий Случай Уже Должны Знать Что Снеговая Нагрузка Где-то Может Выдержать Слива Где-то Нет А Абрикос Опасно С Косточкой Ну И Так Далее Дальше Вы Пишите Снеговая Нагрузка Вот Мы Подходим К Главному Это То Чем Я И Хотел Поделиться Пишет Михайлович Я Уже Говорил Что Снег Это Благо Но До Определённой Степени И Если Не Предусмотреть Меры Снимающие Почеполностью Воздействие Снеговой Нагрузки Деревья Будут Сломаны Или С обломанными Ветками Такая Проблема Была И у Меня Но Я Решил Хотя И Не Сразу Изначально Я Выставлял Вокруг Дерево Жерди Заметьте Дальше То Чего Я Считаю Изобретателем Потому Что Я Сам Не Догадался Старый Как Себе Называется Старый Изобретатель Сам Не Догадался И Нигде Не Слышал Вначале Я Выставлял Вокруг Дерево Жерди Шивал Газонтальными Жерди Несколько Ярусов Представляете Сколько У меня Снега Вы Еще Увидите Фотографии Ахнете Несколько Ярусов А снег Весной Откидывал Деревья И так Выставлял Жерди Сшивал Газонтальными Жердями Снег Весной Откидывал Деревья При Откидывании Снег Порой Неконтролируемо просчитал, ломая ветки Вот как он догадался Теперь я должен отклониться Потому что мой опыт Раз у него ломались ветки Я придумал эту схему Так, и внедрил А теперь мой опыт Я нальчанин Значит Это пропагандировалось В печати, по телевидению Как была решена Проблема Железной дороги Налиск грудинка Она постоянно заносила ее И на много часов или суток Останавливалась дорога Значит останавливались заводы Нашелся островный человек Вроде Вас Михайлович Который что придумал Итак, щиты вдоль Особенно где переносит Где заносит снега Щиты Сплошные А нижний метр Пустота Воздух То есть щит Самого основания Не сплошной А само основания Значит пустой И когда ветер Несется Он получается Усиливается В районе Вот этих вот Ниш Воздушных Ускоряется В несколько раз Вместо того Чтобы Заносить Железную дорогу Проносится На дороге И дорога Перестает Заноситься Я это уже Внимательно Выслушал Я Это самое Сотни раз Там выходил С ружьем Из этой же Железной дороги Между Между Норильском И Дудинкой Охотился И все время И смотрел Где было наоборот А бывало И наоборот Там где-то Заносило Тогда я У себя У нас Малоснежные Зимы В Сибирь Все-таки Однако Но неправильная Сибирь Малоснежные Зимы Я придумал Защитить Питомник Тогда еще Первый Молодой Питомник Закрыв Его метровым Щитом Сплошным То есть Со стороны Метров Я отгородил Его Сплошные Доской Доски Вот Высотой Метр И у меня Получилось К этому К весне Полтора метровые Наносы Суброга За щитом За метровым Щитом Полтора метровые Наносы Весь снег Там собирался Полностью Закрел Мой Двухсот Штучный Питомник Яман Коляс Снег Растаял 150 Из них Были Зломаны Изломаны Интересным Способом Ломалось Вы когда-нибудь Видели На пожарных Нет На электрических Щитах Опасно Не входить Опасно Ток Вот И такая Знаете Змейка Вот Типа молнии Так Ломала 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 И 150 деревьев Было уничтожено Вот это Мой опыт Михалыч Поэтому Я Понимаю Вас И Продолжаю Наш Разговор Так Идем Дальше Итак Жерди В дальнейшем Я полностью Отказался Это Вы От Горизонтальных Жердей Это Вкидывание Снега Весной Сейчас В начале Зимы Когда Снег Выпадает 30-50 Сантиметров Выставляю Вокруг Дерев Ветикальной Жерди Если Жерди Будут По высоте Дерева Тогда Деревом Можно засыпать Снегом Хоть на всю Высоту Дерева То есть Не только Ждать Пока Снега Упадет Снежинки Но и Самого Его Засыпать Специально Я снег Не собираю А использую Только тот Что убирал С проезда И дороже К своем Дворе Укрытое Снегом Дерево Никогда Не подмерзнет Хорошо Плодоносит Применяя Что получается Ладно Не буду Пока Комментировать Цитирую Применяя Этот способ Никогда Не происходит Поломка Дерево Даже ветки Под острым углом Не обламываются А все Потому Что На жердях Снег Зимой Не зависает И не садится А весной Подтаивая Днем Намокает И ночью Надежно Примерзает К жердям И висит Хоть до полного Превращения В воду Вот такой Простой Нетрудным Коэффективный Способ До наглядности Картинки Так Сколько Времени Прошло Сколько Времени Прошло Сколько Времени Прошло Сколько Прошло Наверное Я что Сейчас Делаю Картинки Тут Еще Одно Целое На Целый Фильм Я Останавливаю Этот фильм Назовем Это Фильм За номером Раз А Чуть позже У меня сейчас Приходится Переключаться На бытовые дела Я сниму Фильм За номером Два Вот То есть Продолжение Вы Все Увидите Вот Анонс Смотрите Анонс 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 Вот Вот эти Фотографии Будут Прокомментированы И Знания 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 Полученные На севере Где Снегов Путь Дорог Там И 2 И 3 Метра Мне Это Самое Никого Не Удивляет В Одном Случии Этот Снег Спас Железную Дорогу Нет Специальные Щиты Спас Железную Дорогу А В Другом Случае Сплошные Не Сплошные Щиты А Сплошные Щиты У меня Питомники Уничтожили Любой Питомник Поэтому Я С Большой Уважением Отнесся К письму Самодова Александра Михайловича Спасибо Михайлович Труба Завет Через Некоторое Время Я Продолжу Серию На Номер 2 Продолжение следует